Мемуары Мемуары – это записи, повествующие о событиях, в которых автор принимал участие, или которые известны ему от очевидцев и о людях, с которыми автор был знаком. В мемуарах история представляется не только в лицах, но и в подробностях быта, взаимоотношений. Взгляд мужчин более масштабен. Женщины же более точно воспроизводят все детали. Их воспоминания дороги и интересны тем, что женщины интересуют не только политикой и общественной жизни, но и менее возвышенные материи. Поэтому в книгах мы ощущаем аромат эпохи и ее неповторимый вкус. Важная особенность мемуаров заключается в претензии на достоверность воссоздаемого прошлого и, соответственно, на документальный характер текста, хотя в действительности не все мемуары являются правдивыми и точными. Эта книга станет открытием для всех поклонников Мэрилин Монро. Это не просто мемуары, больше, чем дневники. Это предельно откровенная исповедь самой желанной женщины XX века, основанная на записях, которые предназначались лишь для глаз ее личного психоаналитика и дополненная ее собственноручными рисунками. Сделанная самый темный период ее жизни сразу после расставания с президентом Кеннеди, когда Мэрилин переживала глупочайший кризис, и ей было жизненно необходимо выговориться, выплакаться и злить душу. Эти признания не просто опровергают расхожие мифы, а полностью переворачивают все прежние представления о главной блондинке Голливуда. Эта книга предлагает вслушаться в живой голос Мэрилин, смотреться в ее рисунки и фотографии, заглянуть в сердце самой красивой, желанной и несчастной женщины XX века. Ее обожал весь мир и ненавидела собственная родня. По ней сходили с ума миллионы мужчин, а муж променял ее на старую любовницу. Не блещащую красотой. За ее венчанием наблюдали более миллиарда телезрителей, и ее райской жизни завидовали все женщины мира. Но она в отчаянии спрашивала принца Чарльза, «За что ты вверг меня в ад?» Ее судьба оказалась сказкой о Золушке, только без хэппи-энда. Принцесса Диана начала писать эту книгу незадолго до смерти, уже предчувствуя скорую гибель, а последнюю точку поставила накануне трагедии. Это не автобиография, ни дневник, ни мемуары, даже не исповедь. Это крик души самой желанной женщины в мире, у которой было все, кроме любви и женского счастья. Ведь обожание толпы и поклонение миллионов – еще не любовь. 13 сентября 1982 года автомобиль княгини Монако не вписался в крутой поворот горной дороги и сорвался в пропасть 40-метровой высоты. Ее дочь, принцесса Стефания, оделась ушибами, а сама Грейс Келли скончалась на следующий день, не приходя в сознание. Первая красавица Голливуда, обладательница Оскара, любимая актриса Альфреда Хичкока. Свою главную и самую трудную роль она блистательно сыграла не в кино, а в реальной жизни, став принцессой Монако, женой князя Ринья Третьего и матерью троих детей, к которым обращена эта книга. Как нелюбимому ребенку превратиться в голливудскую звезду, за что Хичкок называл ее вулканом под снегом? Какие бурь и страстей бушевали под маской ее внешней холодности? Почему Грейс с мужем не любили вспоминать свою свадьбу и не смотрели свадебных фотографий? Чего ей стоило отказаться от кинокарьеры и стать венциносной домохозяйкой? Эта книга позволяет заглянуть в душу прекраснейшей принцессы XX века. Элизабет Тейлор начала писать эту книгу, узнав о трагической гибели Майкла Джексона, которого считала не просто другом, а приемным сыном, и от которого у нее не было секретов. Он оставался ей лучшим собеседником даже после смерти. Ему можно было рассказать все без утайки, выплакаться, поделиться радостью, вспомнить о былом, поведать самые сокровенные женские тайны. Ведь с годами начинаешь сожалеть не столько о совершенных грехах, сколько о тех, что не совершила. Все в жизни Элизабет Тейлор было сверху. Звездная карьера с четырех лет, всемирная слава королевы Голливуда, новой Клеопатры, первой красавицы эпохи с колдовскими фиалковыми глазами, три Оскара, восемь браков, первый в Голливуде контракт на миллион долларов, самая дорогая коллекция бриллиантов, а еще более 30 серьезных операций, перелом позвоночника, инфаркт, рак кожи, опухоль мозга размером с теннисный мяч, алкоголь и наркотики. Я прекрасный пример того, через что может пройти женщина и при этом остаться в живых, признается Элизабет Тейлор в своей сенсационной книге, где предельно откровенно рассказала обо всех страстях и грехах, горестях и радостях, ролях о мужьях и которую посвятила памяти своего сына Майкла Джексона. Сильная, очаровательная, хрупкая, женственная, трудно перечислить все эпитеты, которые бы точно и в полной мере охарактеризовали эту замечательную французскую певицу, покорившую сердца миллионов поклонников на всей планете и, конечно, в России. Искренне, эмоционально, Патрисия рассказывает о своей жизни, наполненной яркими событиями, удивительными встречами и тем тонким драматизмом, которые свойственны лишь особенно талантливым, ранимым и впечатлительным натурам. Откровенно рассказала певица и про наиболее значимые романы с мужчинами и, конечно, о любви, том светлом и великом чувстве, которое сопровождало ее на протяжении всей жизни. Эдит Пиаф написала эту книгу для одного человека, своего последнего мужа Тео, который годился ей в сыновья и которому она придумала псевдоним Сарапа, по-гречески «Я люблю тебя». Ради него она боролась со смертельной болезнью, ради него выходила на сцену, превозмогая невыносимую боль и пела, 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 завершая каждый концерт хитом «Зачем нужна любовь?». А Париж не хотел верить, что такое возможно. Бескорыстная страсть молодого красавца-грека к умирающей от рака, скрюченной артритом некрасивой женщине, в сорок лет выглядевшей на все шестьдесят. За глаза его называли Альфонсом, женившимся на великой певице ради ее славы и денег. Но ему было все равно. Он не замечал оскорблений. У него была Эдит. Лишь после похорон потрясенная публика убедилась в том, о чем Тео знал с самого начала, что никаких несметных богатств пиаф не было и в помине. Она никогда не умела копить деньги и ушла, оставив мужу лишь многомиллионные долги. Светлую память о великом чувстве, какое бывает раз в жизни. Свой незабываемый голос и эту рукопись, которую невозможно читать без слез. Пронзительную исповедь счастливой женщины, открывшей миру, зачем нужна любовь. В книге Валерия делится шокирующими подробностями своей семейной жизни. Нелегко читать про тот ад, через который сождено было пройти этой сильной, красивой и талантливой женщине. В книге она говорит, Эту книгу я в первую очередь посвящаю женщинам России, добрым, любящим, терпеливым. Я хочу, чтобы те, кому сейчас плохо, не боялись изменить свою жизнь. Чтобы у них появилась надежда. Чтобы они вернулись к себе, к тому, что их радовало, к тем, кто их на самом деле любит. Теперь я знаю, годы страданий могут уйти в прошлое, стать его достоянием. Они возвращаются только в снах, но когда-нибудь и страшные сны перестают сниться. Мы возвращаемся к себе, такими, какими нас задумали любящие люди. И нет возвращения приятнее. Трогательный, неприукрашенный рассказ о творческой судьбе и личности Надежды Бабкиной, талантливого руководителя, великолепной певицы, любимицы всей страны, истинно народной артистки России. Вы узнаете о становлении ансамбля «Русская песня» о людях, знаменитых и обыкновенных, с которыми ее не раз сталкивала судьба. Это мемуары Елены Кореневой, воспоминания одной из ярких актрис нашей страны. Воспоминания тонкие, остроумные и, по-хорошему, эмоциональные. Воспоминания, каждая глава из которых, в принципе, могла бы лечь в основу целого романа. Итак, возможно ли прожить в современном искусстве, используя прежде всего силу своей интуиции? Возможно ли снова и снова совершать поступки странные, нелогичные, на взгляд окружающих, просто нелепые, и снова и снова одерживать победу в игре с судьбой? Елена Коренева утверждает «Это возможно». И мемуары ее очень личные, очень увлекательные, очень интересные, лучшее тому подтверждение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!